Ну представьте себе, здесь кривая такая условная, но по сути речь идет о том, что численность населения земного шара, вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5, 2 или даже 1,5 миллиардов человек. И наша страна способна внести реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызовов. Спасибо за внимание. И поэтому мечта элит, управляющих миром, была всегда такая, чтобы вывести некий подвид людей служебных, которые обладали ограниченным самосознанием, ну и так далее. И мы с вами это очень хорошо знаем. Когда Гитлер напал на Советский Союз, они что хотели? Они хотели сделать простую вещь, забрать ресурсы, землю, полезные ископаемые, нефть, все. И дальше они здоровых мужиков угоняли на тяжелые работы в Германии, а здоровых женщин увозили, чтобы они от арийцев рожали новых здоровых рабочих. А остальных они жгли в печке по некому принципу, который они избрали. Вот вам простая модель. Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Потому что технологии геномного редактирования... Вот представьте себе простую вещь. Матка, простите меня, не очень сложный орган. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите. И дальше искусственно из пробирки туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачивать срок беременности, геномным, генетическим редактированным, подрезая эти функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Вот сегодня это стало возможным. Это есть абсолютный факт. Технологически это стало возможным. А теперь я вам скажу, что мы проигрываем, потому что, вот чем американцы, чему надо учиться? Они играют в долгую. Вижу тут Чубайс в аэропорту. Путешественник. Вроде как уже и фамилию поменял, и имя. Уже стал Мойшей Израилевичем. А все путешествует. Анатолий Борисович, кто за Роснано отвечать будет? Где деньги, как говорит наш президент? Где деньги, Зин? Путешествует. Не дает ему покоя. Уже из Израиля сваливать приходится. Ну, что тут сказать? Господь не бывает по рука им. Помню, как он пару лет назад, скрижа с зубами, говорил, как он ненавидит Достоевского. Вот так. Но Достоевский все знал. Все ведал. Не западу судить. Мало что понимает в этом запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи. С разной ценой. Мало кто на западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на западе. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый привившийся честный собственный к России – это необратимость. Это необратимость. ПЕСНЯ Идёшь ты с молотка за петак. Как на гордостью твоей смеется бывший твой лакей с запада. Где всё как будто происходит не всерьёз со мной, со мной. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Машей Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал. Понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре, нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра финансовая, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я это, честно говоря, не понимаю. Ну чушь какая-то, еще пишет, но не глупый человек. Правда, такая деятельность во главе компании, большая, с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась. Чем закончилось славное существование этой таинственной организации Роснано? А закончилось оно тем, что были выявлены убытки около 100 миллиардов рублей. Господин Чубайс бежал, Минфин выделил 9 миллиардов рублей на покрытие долгов организации. А вот лживые мерзавцы, которые, варьё, которые, им все равно, чем прикрываться. Вчера они были, позавчера они были членами КПСС, потом они все бросили партбилеты, стали либералами, потом они стали там патриотами резко. Завтра они будут славить оккупационную администрацию и клясться, что всегда верили в американскую демократию как образец. И это абсолютно точно, они такие по сути. Неважно, какие знамена, если завтра у нас будут монархии, они все будут истово креститься, как говорится, и кричать о том, что они всю жизнь мечтали о возвращении царя. А если послезавтра вернётся КПСС, вдруг выяснится, что партбилеты-то они не выкинули, а просто спрятали. И достанут, и прибегут. А мы хотим взносы заплатить за 30 лет. Да мы всегда верили. С такими людьми новую Россию будущего не построить. Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям. Детям Донбасса.